Так, мы начнем, наверное, с того, что представим, что сегодня для меня, по крайней мере, очень значимый день. Мы в послах у живого человека, мужчины, Андрея Валерьевича Топакова, и я надеюсь, что нам удастся получать ответы на многие вопросы. Спасибо вам за гостеприимство, за то, что вы пришли на свое время. Вам благодарность. Ну что у нас? Вопросы, опять же, по гражданству было, рассудно. Вопрос был, почему повторное свидетельство о рождении получилось, да? Да. То есть, еще раз говорю, что мы все рождаемся на сегодняшний момент, большинство из людей рождаются через роддом. Правильно, то есть, соответственно, ребенок родился, то есть, мальчик и девочка родились, у них берется кровь. По Библии мы знаем, что кровь – это душа. Соответственно, первая учетная запись – это как раз имя души. Такая бумажечка, такая специальная, в роддоме, где кровь берут, значит, ребенка из пятки. Это скрининг называется, да. То есть, там указывается ФИО матери, ребенка указывается дата рождения и мальчик или девочка. Все. То есть, это имя души. Насколько я понимаю, это просто непубличное имя. А дальше в ЗАГСе уже создается, скажем так, публичное имя, можно его назвать даже судном, потому что, опять же, ребенок рождается через воды матери, присваивается ФИО в ЗАГСе. То есть, ЗАГС – это, опять же, интересная организация. И что такое ФИО? То есть, я упоминал в крайних роликах, ФИО в экономическом словаре – это перевозка, разгрузка груза за счет прохтователя. То есть, опять же, это морское право. Нам, я так понимаю, в ЗАГСе оформляют судно, так как, опять же, гражданство – вопрос. Если кто обратит внимание, недавно мне скидывали фотографию билета проездного на автобус в межгород. И там как раз русский язык и параллельно сразу на английский перевод идет, чтобы было понятно. Так вот, меня заинтересовало слово «гражданство». На английском – это citizenship. В переводчик ввожу, да, действительно показывает гражданство. Но если ставим пробел между «citizen» и словом «ship», соответственно, получается гражданское судно. Страна регистрации является гражданством, согласно Конвенции ООН по морскому праву. То есть, и наши свидетельства – это всего лишь регистрация судна. Опять же, у меня есть советского образца, да, то есть свидетельство, где СССР только на корочке напечатано, опять же, что это обозначает, непонятно. Опять же, это свидетельство, которое первое задают, оно значит, что это человек живой? Подтверждает оно о том, что человек жив? Нет, это регистрация судна всего лишь. Просто регистрация? Это судно, которое перевозит вашу душу. А повторное свидетельство? Оно будет доказывать, что человек живой? Оно же без сознания не может само ходить передвигаться? То есть, есть капитан, это душа или дух? Как, на мой взгляд, определить, кто управляет, дух или душа? То есть, дух, он, скажем так, с разумом подходит ко всем вопросам. То есть, спокоен как удар. Душа – это эмоции, ходячие эмоции. То есть, пытаются вывести на эмоции вот эти противоположные, чтобы как раз вывести на уровень души. Ну, она чуть ниже, насколько я понимаю, чем дух. Поэтому товарищи и провоцируют, чтобы поведение, так сказать, управление судном взяла именно душа. То есть, эмоциональная составляющая. По поводу гражданства, еще раз говорю, у меня прописано «Рэсэхэсээ», но я рожден в 1975 году. По сегодняшнему календарю. В 1978 году меняли конституцию, то есть, устав организации, которая зарегистрировала, скажем так, судно мое. То есть, это юридическое лицо. Одно было юридическое лицо, конституцию, поменяли устав, все, это уже другое юридическое лицо. То есть, соответственно, в 1978 году регистрация моего судна прекратилась. То есть, получается, в 1978 году у меня забрали права человека, так как судно в новой юридикции у меня не зарегистрировано было. То есть, в новом РСЦПСР. У нас же, как говорится в Конституции, что права человека даются по праву рождения. Но если, по словам «человек» подразумевается юридическое лицо, то есть, соответственно, права юридического лица даются с момента регистрации данного юридического лица. В этой системе он не регистрировался, ну, юридическое лицо этот человек не регистрировался. То есть, и получается, каждый определенный промежуток времени просто у людей забирают их права человека. Все. То есть, соответственно, живем мы, да, то есть, там, сейчас 14 лет, свидетельство о рождении, надо срочно, значит, получать паспорт. Паспорт – это доверительный управляющий. То есть, до этого момента управляли родители, да, как доверительный управляющий, как они могли ставить подписи, там, соответственно, представлять это юридическое лицо. Дали. А потом зачем? Нет, родители. Нет, потом. А потом? А пикуном, кто является? Я же говорю, дальше доверительный управляющий – это паспорт, который выдан, там, соответственно, там, МВД или чем там. То есть, мы им всего лишь доверили управлять. Роль доверительный управляющий. И, согласно канонов, значит, пока должен генеральный исполнитель никто не заявился, то, соответственно, опекуны, попечители и юридические лица могут взорвать полномочия в отношении вашего имущества. Только после того, как вы заявляетесь генеральным исполнителем, никто из этих опекунов, там, госслужащих, не имеет права взорвать полномочия. Существует ли какая-то процедура по заявлению себя управляющим? Или достаточно устно это озвучит? Нет, это же все бумажные мировые, поэтому, что, ну, если родители получали, да, ну, а как сделать так, чтобы ты получил? И зарегистрировал в новую систему. Сегодня новую систему конфигенции внесли, соответственно, изменения. То есть это опять отнимают права человека, да, у определенных людей, которые родились там до того момента, скажем, как внесли изменения. То есть сейчас уже прописана территория в Конституции, да, то есть в Уставе и организации. Почему я и говорю, что я сходил в ЗАГС, получил повторное свидетельство о рождении. Сначала надо получать на родителей, да, то есть если умер, то сразу потом свидетельство о смерти. Вот свидетельство о смерти после этого будет уже стоять гражданство и, соответственно, указано какой юрисдикции. Ну, то есть на сегодняшний момент это новая юрисдикция. То есть ты их судно регистрируешь в этой плоскости, скажем, юрисдикции. Это твое наследие, это же судно. На них, соответственно, начисляются там ресурсы и активы, я так понимаю, что это человек. Соответственно, после этого ты уже берешь свое судно регистрируешь в новую юрисдикцию. И у тебя вместо, знаешь, у твоих учредителей, родителей, которые, да, у них уже там есть строка гражданства. То есть там уже указывают гражданство, которое, соответственно, указано было в свидетельстве о смерти. Прямо у отца там, в России, и после того, как я, ну, я получал все свидетельства раньше, чем получил на отца. И поэтому у меня стоят прочерки в свидетельстве о рождении о гражданстве моих родителей. То есть это все равно то же самое, что ты начинаешь игру с нуля. У тебя нет никакого, скажем так, за собой, ну, багажа, предкак не осталось. Поэтому прочерки. То есть я с нуля начал игру, получается, пока не взял повторное свидетельство. А вот детям я уже, когда обновил, да, то есть уже сразу виден статус у дочери, да, то есть учредители уже приобрели гражданство. Они граждане, понимаешь, граждане, там Российской Федерации были в старом. А сейчас все, гражданство, то есть если в строках гражданства подразумевают конкретный ответ, то там конкретный ответ. Страна регистрации. Россия. То есть нет, в данном случае. То есть здесь на сегодняшний момент есть устав, да, есть территория, соответственно, есть человек, ну, если хочешь, у тебя будет еще и гражданин. То есть это совсем уже другой статус. Получается, или ты был, плыл, скажем так, на судне, которая вот передвигалась по внутренним морям, по дну и там еще еще особо экономической зоны, последние 30 лет, да, что и было прописано в Конституции, 67-я статья, пункт была, да, что как раз распространяется юрисдикция на этот. Соответственно, ты там был, как этот, ну, груз привозили. Ну, трасс, это доверие, это все, что это трасс, это доверие. Ну, факт в том, что ты в них рассмотришь как груз. То есть они перевозили как груз? Сейчас же в порту, ну, раз территорию прописали в Конституции, знаешь, ну, уже все, в порту. То есть, да, перерегистрировал своему юридическое лицо, то есть уже получается, что груз уже доставлен, идет перегрузка, да, то есть оно на другое. И Конституция на сегодняшний момент уже получается, что можно исправить, ну, в твоих целях, в интересах. То есть получается, до того момента, пока ты был всего лишь гражданином, имел билет на проезд, соответственно, у тебя не было никаких прав, только обязанностей. На сегодняшний момент ты уже получается как учредитель данной организации, потому что твоя сумма непосредственно находится на данной территории, и, соответственно, как человек, ему обязаны обеспечить достойную жизнь, и согласно морскому праву распределяются все ресурсы. Коммерция ООН по морскому праву, там все хорошо, прекрасно написано. Поэтому, почему бы этим не пользоваться? То есть, повторным свидетелем мы, что получается, убиваем? Трех зайцев, да? То есть это у нас патентная и виртуальная собственность на персональные данные. Мы являемся держателем данного документа, тот же вексель. То есть у нас прописан конкретно должник, это ЗАГС, да? То есть я так полагаю, что мы в ближайшее время будем просто выписывать векселя, то есть приводные векселя на данных территориях, которые будут оплачивать наши, соответственно, все необходимые затраты. Ну и получается, что есть привязка в этом документе к народу, да, к нормациональному, то есть ты власть становишься на этой территории. Ну и первые 15 статей, это 16, да, то есть четко дают понять, кто является конституционным, ну, власть, да, то есть это основа конституционного строя, да? Ну, там же прописано в 30 стадии, что источником власти является многонациональный. Да, и носительным суверенитетом. На сегодняшний момент, да, то есть когда ты получаешь повторное свидетельство, у тебя получается человек на руках. Ну, опять же, это мое всего лишь догадки, если у тебя будет еще документ на твою душу, в виде медицинского свидетельства о рождении, да, с роддома. Каким образом запросить? Повторно. Запросить. Повторно, через утраты, да. Ну, наш возраст уже, они там пытаются пока скрывать, у них где-то хранятся эти корешки от первых медицинских свидетельств, они основание их должны выдавать. По крайней мере, сейчас детям такие вещи выдают, то есть без проблем. Там приказ Минздрава, там же так называется, 16-87, кажется. Все, я не ошибаюсь. Нам тогда скрининг не делали в то время? Ну, кровь всегда брали. Кровь они всегда брали. Кровь брали. Может быть, это как-то по-другому называлось. И, ребята, по секрету мне говорят, что в роддоме, в ЗАГСе хранятся все-таки образцы. Да. В личном деле. Хоть и нам кричат, что они это все куда-то там девают, все это ерунда. Потому что дети все, они как регистраторы. Вот только где я родился, там и получают. Ну, свидетельство о рождении можно в любом получить. Необязательно где-то родилось. Ну, если в России, то выдадут в любом. А, в любом, да? То есть я, допустим, проживала в Чайнинской области и родилась там. Здесь спокойно. Вы из Мурманска, да, получали? Не, не, на Камчатке. А, ну, с Камчатки, да. Это все, знаешь, ну, сейчас ты там не проживаешь, твой человек хочет, чтобы оставаться здесь. Соответственно, должны кто-то быть здесь. То есть ты проходишь в любой задействе на родителей, я так же могу здесь? Здесь. Вообще без проблем. Если, говорю, они умерли, то сразу еще берешь средства смерти. То есть ты являешься держателем данных документов. Ну, и желательно это понимать. А против их воли я могу это делать? Нет. Только с согласия родителей? Так если они живы, они только будут получать, тебе никто не даст. То есть если они живут в Челябинске, они будут это получать в Челябинске, а я здесь. Да. Да. При получении желательно пускай указывают девичью фамилию на отец. Что отец, что мать. То есть это имя рода. А персона пускай там в виде паспорта одно имеет, автограф, да? Вопрос следующий. Как убедить их, что это нужно? То есть они не в теме, и они вообще... Это для пенсионного надо будет. Для пенсионного? Да. Ну, скажем так... Ну, они сами пенсионеры, и они понимают, что это не нужно. Как бы, то есть... Не нужно. А каких-то в Челяхах вознес давление на них, чтобы... Как, да? Просто побеседуй. Не знаю, как это все будет выглядеть. Потому что, опять же, гражданство России, да? То есть есть закон 62-ое гражданство Российской Федерации, там, где они с 17-го года несколько раз уже переносят, значит, депортацию лиц, которые не могут подтвердить гражданство. Сейчас принесли на 25-е годы. То есть те люди, которые здесь приехали из других республик, да? Они под вопросом. Хоть у них есть паспорт, но гражданство-то он не дает. А те, которые родились здесь, ну почему бы не освежить? То есть если я со свинью, скажем, Грузии, и Гузия. Ну, опять же... Абхазия. Ну, это же все... Не знаю, как у них сейчас это будет все распространяться. Ну, союз будет восстановлен, да? Скажем. Может быть, не так он будет называться. Может, просто Россия будет называться. Не знаю, как... Ну, на сегодняшний момент права человека же обязательны выполнять любой национальности, защищать. То есть... Как его там... У нас... Итоги референума на 21-го года же никто не отменял. Они есть. То есть 30 лет прошло, поэтому... Все это будет соответствующим образом зафиксировано. Вот человек, если, соответственно, имеет регистрацию. Ну, это получается на сегодняшний момент, что есть человек, да, который, если хочет проживать, скажем так, где захочет, то есть такая функция, как апостелирование документов. То есть... В ЗАГСе, соответственно, заказываешь услугу, тебе проставляют печать, отпускаешься. Да, то есть это легализация документов для иностранных государств. На сегодняшний момент, конечно, еще товарищи пока упираются, но это переходный период. То есть я так понимаю, что в ближайшее время все равно добьемся того, что права человека будут защищены в полном объеме, да, то есть если хочешь пользоваться, конкретно управлять своим юридическим лицом, да, то есть в своих интересах, то будешь управлять. Кто хочет через доверительного управляющего, ну, пускай управляющий, доверительного управляющего. Мы-то никто не против. То есть каждый для себя делает выбор сам. Наша задача, чтобы запустить процесс. По прогнозу, прогнозы какие-то. Прогнозы, ну-ка я же не Ванга. Ну, сейчас даже по прогнозам, да, то есть смотрим доллар, потому что они его убирать, и с поля зрения будут это однозначно. На сегодняшний момент, да, цена его там 56 рублей, а там с копейками за, получается, 56 рублей за доллар, да. А если ты откроешь, значит, сайт Центробанка и зайдешь на это Госбанк СССР, там тоже интересно, там немножко гуляет ценник. В последний раз выставлена была цена 56 рублей, 56,46 за 100 долларов. То есть получается на сегодняшний момент зеркальное, скажем, обозначение, ну, единственное, что разница в 100, да, то есть два нуля лишние. Но эти два нуля прописаны в федеральном законе 87 долговых обязательствах Российской Федерации перед гражданами. И там как раз они прячут курс между советским рублем и вот этим российским, да, долговым рублем, как они его называют, прячут его в индексе потребительских цен. Вот как раз 100, 100 как раз там, разница, 100 там, 32 это для продуктов питания, типа, индекса, а для обычных, скажем так, несъедобных продуктов, изделий, да. 100, 64. Ну, вот как раз два нуля уберется и будет как раз то, что надо. Ну, то есть они ценовую политику подведут от советских. Осталось только, насколько я понимаю, заключить союзный договор, вот, ну, скажем, новый союзный договор, как прописано в постановлении за 91 год после реперендума. Обязательно отрегут. То есть конституцию принять и, значит, принять. Ральф, ну-ка, хватит там выйти. Интересно. На корпевке, ну. Он тоже участок. Да, потрясающий голос. Так, ну, конечно, все это интересно. Хотелось бы задать некоторые вопросы, составленные на коленке. Ну, это самое явление. Ну, потому что, я как еще раз повторюсь, да, там, я там встречаю очень значимое, волнуюсь, ну, прошу вашего понимания. Да, на ты? Да? На ты еще? Да, на ты. Да, издревле же на Руси обращение на вы, кому использовались чужакам, к личным, к не другом. Правильно? Говори. Так, вот о чем хотелось бы сказать. Есть ли новости по диаграмме чистоты шума, вибрации человечества повысилась, снизилась ли скорость смещения оси планеты? Ну, эти такие глобальные вопросы. Ну, мне интересно, вы просто в своем стриме. Смотри, ты это можешь отследить сам, по крайней мере, по чистоте шума, то есть найдешь через интернет, Томский институт. Ну, и там вот как раз они, каждые два часа выкладывают диаграмму по изменению частоты шума, то есть как раз вибрация планеты они выкладывают. То есть, будешь держать руку на пользу? Нет, по поводу оси, ну, не знаю, последнее я не слышал, насколько смещение идет, да, то есть, ну, последний раз, насколько я помню, это года полтора назад они говорили, что, ну, резко... Мы из первого источника оттуда будем дали. Так, вопрос второй, значит, Конституция, статья третья, гласит о том, что единственный источник власти и насилия суверенитета многонационным народом. Мой вопрос звучит так, с чего стоит начать реализацию своей власти, как не запутаться в казуистике юриспруденции, начинающему свой путь человеку, делающему первое решение. Ну, смотри, во-первых, ссылаясь на устав, да, то есть устав, это организация, то есть открыто, ребята, заходите к нам, пользуйтесь, да, всем, что мы... Вот, предложение-то, добровольно, кто войдет, там, соответственно, договор оферты публичный подпишет, ну, хорошо, нас устраивает, соответственно, то, что власть поддержит на национальном народе, да, то есть ты с одного рода, я с другого рода, кто-то там встретил, то есть много у нас родов, да, ну, и мы составляем, соответственно, многонациональный народ, то есть носитель суверенитета и источник власти. Нас, в принципе, все устраивает, да, то есть у нас три ветви власти, мы можем управлять, соответственно, как непосредственно, так и через органы управления. То есть мы и здесь директора, получается. Вопрос, каким документом, то есть это же система, вот юридическое кольцо, значит, от них должен быть документ, подтверждающий, что ты принадлежишь к роду, соответственно, и твои полномочия, и регистрация. Так как во второй статье говорится как раз про человека и гражданина, да, то есть государство защищает человека и гражданина, никого больше. Соответственно, у них есть лицо, не юридическое кольцо, то есть человек и гражданина, да, то есть это высшая ценность у них. У человека есть права свободы, у гражданина, значит, права и обязанности. Так вот, первый документ от этой системы, который мы можем получить, по крайней мере, официальный, именно ЗАГС у нас раздает эти документы, так что мы пришли, ребята, заключили с вами договор, вот публичный договор, мы с вами его заключили, вы тут пишете красиво, что обязаны обеспечить жизнь достойную человеку. Выдайте мне человека, то есть документ человека, юридического человека. Человек, как они пишут, если в биологическом плане, то это разумное существо, да, то есть тот, кто может быстро сдавать. Ну, опять же, это такое размытое понятие, то есть рождается же мужчина или женщина, ну, третьего земляного, и согласно Библии, Бог сотворил человека по образу и подобию своего, а по образу Божию сотворил мужчину и женщину, и повелял он управлять. То есть, насколько я понимаю, вот через это юридическое лицо мы управляем на сегодняшний момент землей, так и всеми активами, потому что, опять же, морского права, все на благо человечества, ресурсы расправляются. Опять же, самое только начало Библии начинаешь, как образовалась земля. Там все прописано, что вода там была сначала. Может быть, из-за этого как-то привязка именно к морскому праву. Поэтому надо обратить на это внимание. И вот на сегодняшний момент свидетельство о рождении, вот этой новой системы, которая Конституция, новый устав предложила тебе взаимодействие, должна подтвердить твою, соответственно, привязку к роду, ну и то, что товарищи зарегистрировали в этой системе твое судно, которое будет передвигать твою душу, перемещать. Человек же свободно перемещаться должен. Но мы-то не против. И получается, что ты в этой системе, чтобы подтвердить, ты со старой бумажкой здесь, ну, скажем так, для них никто. Как должно это отображено быть? Ну, отображено, в ЗАГС приходишь, я так понимаю, и заключаешь с ними официальный договор. Ну, в виде свидетельства о рождении. То есть, если рассматривать это как вексель, бумагу, соответственно, там есть должник. Четко, соответственно, прописываются, что они должники. Ну, вопросов нету, раз мы доверили активы, потому что, согласно Конституции, там все ресурсы принадлежат народу. Ну, ребята, мы не печатаем деньги, правильно? То есть, нам принадлежат ресурсы. Товарищи мы наняли для того, чтобы они обеспечили, нам достойно жить, потому что мы хозяева земли. Пускай обеспечивают. У нас же нет договора с Центробанком, напрямую. Это у них там какие-то договорные отношения. У нас они вообще, по идее, не должны волновать. Ну, просто говорим, надо вот это, вот этого ресурса нам надо тут на изготовление дома, например, 10 кубов щебня, да, 100 кубов, я не знаю, там, песка, ну и доски, там, все, что там, плитки, изготовки. Я помню про Мерседес, вот, интересно, да, там, развернули, когда, что мне что-нибудь не нужен, мне вот, вот вам железо, вот вам пластик, потому что необходимо, Мерседес. Вот я же прошел, говорю, поэтому на сегодняшний момент надо просто подтвердить статус. Конечно, может кто-то со мной не согласится, кто-то, большинство людей, даже вот после крайнего ролика, но после большинства, а есть такие люди, которые там, а с чем ты поздравляешь, а о какой России идет речь? Ребята, о той России, которая сегодня даже, первый признак, то, что меняется, да, в системе, это изменяет гермо. Вот с 17-го года на вот этих купюрах Банка России изменили гермо. А дальше началось перестроить, то есть систему перестраивают, нравится кому-то, не нравится, система перестраивается. Как уже много раз она перестраивалась. Мы, например, за свою там жизнь прожили там две или три перестройки таких, да, то есть на сегодняшний момент там я всего лишь хочу понять, как, ну, не утерять свои права человека при вот этих вот перестройках, да, чтобы, если мы поймем суть, соответственно, нас в будущем, это как, ну, как та же прививка, от этой какой-нибудь там болезни, да, как называется. У нас же будет на это иммунитет. Нам не важно, что они там меняют, какие там, значит, свои там управляющие, мы просто знаем, что нам надо будет сделать, и все, чтобы опять дальше продолжать в том же статусе и быть на этой земле, скажем так, уже не в качестве ресурса, да, вот, управляющей конторы, а именно конкретно как учредительные заказчики всего торжества. Ну, хотелось бы этого добиться. У вас породители своего имущества. Можно я, получается, вопрос у меня? Да, пожалуйста. Так, вот закон же об эвакуации, который вышел, я не знаю, какой он. Ну, 68-й, да. Да, то есть вот получается, те люди, которые себя вот так вот заведили живыми, то есть получается, их не имеет права, так уже как бы неприкосновенность, да, к ним, получается? Дело не в том, что там… Уже не может там не куда-то увезти без согласия человеку. То есть, основное, это первая статья, насколько я помню, это, значит, при угрозе смене конституционного строя. Вот на сегодняшний момент есть новый герб, да, Россия, государство. Есть население, да, то есть в ЗАГС они вносят, соответственно, регистры, вот эти наши юридические лица советского образца, свидетельства, они их вносят, то есть введение государственного реестра, тем самым возвращают население на территорию. Соответственно, войска у нас есть, потому что с 17-го года был указ подписан, значит, президентом, что приветствие теперь, значит, в армии не служил Российской Федерации, а служил России. То есть это же тоже нужно задуматься. Валюта есть, конституция есть, то есть все признаки государства на сегодняшний момент налицо, но конституционного строя нет. Народ не может реализовать свои права, то есть он вроде как учредитель. Поэтому я так полагаю, что ждут три зеленых свистка, чтобы запустить процесс. То есть сейчас надо привести валюту в соответствие, это я вот сейчас вам говорил, про курсы, да, все, надо всего лишь убрать долговые обязательства предыдущего правительства. То есть временное правительство, которое 30 лет работало, и это их герб как раз был на билетах Банка России. То есть в 19-м году закон по временному правительству закрыли напрочь, его просто закрыли. Новый пример, ПКЗ номер было закрыть. То есть все признаки того, что меняется структура управления налицо. Доллар мы видим, что это последнее уже, скажем так, ну, все, западу. Ну, Россия получает суверенитет. Опять же, суверенитет чей? Кому принадлежит? Тебе? Мне? Мне? Нам принадлежит суверенитет. Мы носители суверенитета. Потому что у нас есть человек зарегистрированный. На него распределяются средства. За счет этих средств, соответственно, управляющая организация будет обеспечивать достойную жизнь. Не как там говорят, что все средства, там, с налогов там берут. Налоги – это все хорошо. Но, то есть, для жизнеобеспечения достойно жить? Я же говорю, мы, в принципе, ничуть не беднее шейха. Каждый здесь нам. Даже богаче? Ну, я думаю, что намного. Она меньше, у нее меньше ресурсов. Но живут они богаче, чем Россия, российские жители. Просто там, скажем так, ну… Как-то распределяются между людьми, а тут нет. Ну, как-то заботятся, скажем так, о своем населении, именно коренном. Проводят, да, их через базу, скорее всего. То есть, у них судно зарегистрировано. Но через длительное управляющее, что товарищи не умеют до конца пользоваться своими активами. Ну, их просто поддерживают, скажем так, в хорошем. Обеспечивают достойную жизнь. А у нас получается, что… В общем, получается, они отжимают то, что положено. А у нас получается, что за местным населением ничего не регистрировали. То есть, наше право на землю не регистрировали. То есть, система новая пришла, наше свидетельство никто не вносил. То есть, скажем, предыдущие, только наших детей там регистрировали. Получается, сделали так, как им выгодит? Ну, все, как бы, как сказать, законно все воруют. Не то, что выгодно. Тут же и банковская система, поэтому, скорее всего, меняли. Ну, через вот такие вот махинации, меняли как раз именно глобальный уровень управления. Ну, понятно, но они же это делают осознанно. То есть, куда-то же это все уходит. Никуда не уходит. Просто с одного перетекает в другое. Никуда не уходит. Ральф. О, песня. Ну, то есть, мы сейчас говорим о том, что на тебя что-то, наверное, как распределялось, необходимо и статуса мертвого, и статуса вот этой учетной единицы заявить себя человеком соответствующего суверения. Да, правильно, правильно? Это бы это пространство. Да. Первый шаг – это получить повторную учетку? Я сделал именно так, чтобы в этой системе, соответственно, занять, вот как ты говоришь, верхнюю строку. В третьей статье – это занять там какое-то свое место, да? То есть, перейти из ресурса, соответственно, в статус именно управленца. Как это будет выглядеть дальше, ну, потихонечку-то пытаемся навести порядок. Ну, сами видите, что товарищи, скажем так, морские перевозчики, они еще до конца не поймут, что происходит. Ну, и пытаются, да, применить правое сильно. Поэтому надо быть чуть-чуть умнее. Их же методами, через юриспруденцию, ребята, просто задавать такие вопросы, от которых они, скажем так, в тупик будут. Надо еще задействовать именно, скажем так, союзников искать. Пускай даже их суд будет. Просто статус указан, ребята, вот человек, вот документ, а эти, ну, я чуть не пойму, что тут вообще происходит. Этого нет, того нет, этого нет. Давайте-то выясним, кто это. То есть, когда ты их начнешь тягать и задавать соответствующие вопросы, как мне сотрудники, там, из прокуратуры, говорят, ну, Андрей Валес, ты же понимаешь, что мы не можем дать ответы на эти вопросы. Я понимаю, поэтому давайте как-то это, находить общий язык, просто и все. Ну, для того, чтобы задавать какие-то вопросы, необходимо разобраться во всей этой витеватой казунистике и юриспруденции. Так вот, Ловки, ты сослался на Конституцию. Там, в принципе, все прописано. Там все прописано. Мне более, да, становится понятно, я хотел бы к следующему вопросу впереди. Какие явные признаки свидетельствуют о том, в каком из правовых полей ведется процесс? Ну, я говорю сейчас о судебном процессе. Там, какое право подвиняется? Там, морское, там, ну, есть. По каким признакам я могу понять? Ну, первичные эти какие-то существуют, наверное. Ну, опять же, ты на Конституцию, если посмотришь, что три веки власти. Исполнительная, законодательная, судебная. Ты как источник власти. Вопрос такой. Выборы в исполнительную были в власть? Исполнительная. Президент-то? Брали? Законодательная была? Была. Была. Судебную власть передавал? Не могу сказать. О, как? Выборы тогда были? Судеб. Я упустил, наверное, первая. Как это упустил? Да не было их никогда. Народ никогда свою судебную власть не передавал. Соответственно, по этой Конституции ты не мог быть, ну, такой ветви власти просто не существует. Ну, так как наше судно только приплыло в порт, и юрисдикция была четко прописана, это морское право, соответственно, товарищи просто как арбитражные судьбы, ставим так, ну, торговые сделки регулируют. Их основная задача это вексельное право. Ну, торговое право, но и есть вексельное. То, что если почитаешь вексельное право, то в торговом просто более расширенно прописаны какие-то процедуры. Это только морское право. Они в черных мантиях мертвых судят. те, которые представляются. То есть, я видел ролик с американцем. Да. То есть парень, он сам закрывает судебное заседание, он заявляет о том, что он высшая здесь фигура, то есть он суверен, и на основании президента все объявления считаю. Да, я видел. Да, вот, ну, не единственный случай, только знаком, когда вот так его не удалось найти, чтобы у нас в российской это практике. у нас, скажем так, мало товарищей, они до конца не понимают, что происходит, большинство. Ну, сам понимать, что в основной из этих лиц, скажем, масса, масса лиц купили свои должности. Знаний там, скорее всего, очень мало на эту тему, и для них-то как-то это новое. Наша задача это всего лишь донести и запустить процесс. Каким образом вот у меня тоже вопрос такой? Как донести до этих сумасброда этого, что они сами понимают, что происходит? Нет, они понимают, они хорошо именно этого, как раз, тему, и... Они хорошо понимают. Иски там можно потренироваться именно в вексельном праве. То есть, в торговом праве, ребят... власть на... Норвьевсельное право. Главная их задача это должник. Они могут только с должником взаимодействовать. Если ты должна, значит, соответственно, могут лишить свободы. Только так. себя идентифицировать как живой человек. Ну да, женщина. А можно говорить, что ты генеральный собственник предстоит своего имени? Или нельзя? Нет. Опять же, ребята мне говорят, что согласно семейного кодекса, 58-я, кажется, статья, родители дают имя, а отчество и фамилию усваивают запись. Ну почему не сослаться на это такое? То есть имя родителей дали, а что там в ЗАГС персону присвоили? У них и спрашивайте. Пускай они там отвечают. Раз. У них две трети выгоды от этой персоны, ну, судя по тому, что у нас имя родители дали, а эти товарищи... А вообще возможно отказаться от персоны? То есть вообще не быть персоной? То есть просто быть человеком. Или это нереально в нашей системе? Что такое персоны? Ну вот эти персональные данные. Ну так, это всего лишь публичное взаимодействие. Это судно, которое перевозит душу, масло, Душу перевозит судно, поэтому вот кораблики взяли, посадили и перевозят. Но опять же, ты можешь перевозить конкретно на своем судне, то есть это душу. Хорошо, и вот по-другому. Или через какую-то шлюпку, да, то есть в виде паспорта, да, то есть это что же перевозка, но уже статус определенный. Хорошо, как быть прям вот генеральным директором этого судна, вот как запретить им все вот это дело за своим судном как бы быть хозяином. Так вот, это же основа, повторная основа, это основа, ты его сама получаешь, и скорее всего, когда при получении ты просто указываешь не эту персону, а девичью фамилию матери. Полностью просто пишешь. А почему именно девичью фамилию матери? Ну потому что это душа. Это именно души. Ага. Понимаю, что он приходит. то есть это персона именно скажем, душа управляет Получается, повторно свидетельствием, мне будет фамилия, девичья фамилия матери? Ты за получение все же оставляешь автограф там. Это образец твоей подписи. То есть как я себе представляю, то есть мне для значит обеспечения достойной жизни надо определенное соответственно ну я не знаю, вот это мне надо то есть я прихожу в организацию ребята мне нужно поставить вот эти вот значит вкусняшки будьте добры договор они договор соответственно выставляют счет на этот счет перенаправляем то есть делаем на нем индосамитную надпись что платите приказу значит такого-то там столько-то столько все это надпись на именно на должника в ЗАГСе соответственно оставляем автограф да тот что у них в учетной книге который только они знают соответственно и мы можем таким образом ну сами регулировать что у нас под принуждением что не под принуждением потому что это все туда будет поступать там у них да действительно оно и они как соответственно доведительные управляющие да то есть распределение актив ну пускай несут все соответствующие убытки сейчас ну они сами надписи хотел бы тоже задать вопрос так не по порядку а что такое мужской протест то что тебе не нравится да скажет тебе что-то не нравится раз у них в морском праве значит соответственно протестуем действия какая-то форма существует определенная или волеизъявления то есть ну об этом я думаю стоит поискать больше информации в интернете у нотариуса есть там определенная форма наверное через нотариуса делать ну я понимаю можно и самим внести эти учеты все с этим я думаю лучше поискать в интернете да я сильно не вникал спасибо так благодарю значит канон 23.4 позитивного права как осуществляется публичное уведомление ну вот через газету я смотрел да да я смотрел еще какие компьютеры все что угодно голосом самое да у меня есть там один вариант так не на камеру я хотел бы уже обсудить как вы это видите так и еще так что у нас как через АКС получать подтверждение нахождения себя в живых ну может сделать запрос об изменении фамилии вот этот вопрос ну у него практически ответили ну нахождение в живых через АКС вот как раз я понимаю каждые 7 лет просто обновлять бумажку ну и судя по тому что мы в ближайшее время просто будем через нее работать да то есть направлять скажем для бухгалтерского ведения учета ихней организации в полном объеме приводные векселя они точно не соскучиваются то есть когда юридическое лицо не ведет никакой деятельности да то есть бухгалтерия не поступает никакой отчетности ну соответственно и через определенное время юридическое лицо закрывают ну судя по информации по набору да ну вот здесь то же самое бумажка есть а а там закрыто не действует так что делать в случае когда не соблюдается указ 636 21 20 об утрате исполнительной власти и продолжается активно преступное навязывание где его сильно упразднили что упразднили я же говорю они продолжают в нашем случае я так понимаю взять просто конституцию с новым сегодня сегодня в этом обществе работаем так сказать с ними наше судно должно передвигаться беспрепятствием значит просто как основу взять их вот этот устав акцептовать акцептовать нужные нам соответственно статьи ну и к ним еще приложить вот это регистрационное значит свидетельство нашего судна то есть тем самым подтвердить статус согласно этого документа и просто везде ребята нате читайте а если еще будет у тебя прописано что именно гражданство России именно слово значит гражданство то есть не гражданин а именно это самое конкретно гражданство потому что некоторым пишут россиян а некоторым россиян именно гражданство свидетельство взрослые тогда иду на черно сам потыкать что ребята я тут вас не как-то будем заметить а вы согласно конституции вашего органа я прошу пола нету ребят давайте как то это просто большинство товарища не скажем так далеки да то есть ментале палочку пистолет крутись вертись по хоть одними есть надзорные органы даже сейчас в спортивных интересах нашел положение оказывается есть о прокуратуре сочи и краснодара по 21 года сверить и прям вообще не чем гласят ну там полномочия кем надзирают ибо как раз вот про его с и посмотрел там о значит на доводе надзирает значит прокуратура сочи над этими спецприемниками самое интересное лазаревского и хостер они сучно не закрыты а вот ни слова не про спецприемник адрес то есть товарищи насколько я понимаю ушли от надзора прокуратуры сочи они просто где нет контроля из всего значит большого сочи они возят отдыхать все мочерство или ванна вадли закрыта закрыта кирпички запустили до меня не новую там были построили вот даже на карте моего стандарту ну там евростандарты конечно нету ну как они там заграли но факт в том что всех возят туда он маленький там небольшой но хостел скажем так работает на все сто посетили до посетил нормально а кстати я хочу передать привет от нашего общего знакомого друга салуда как его словами от цели хода к выходу говорить на самые теплые слова когда его тоже обязательно дело об антоне да антоне тоже потрясающе интересный человек интересно да конечно как они ну все мы проходим испытания вот здесь я прям прежде чем какой-то шаг сделать я определенно я знаю как далеко я могу зайти ну я если генерирую намерение там добиться какой-то цель я его всегда ну всегда почему-то просто понять плане иди что мне делать и ну собственно товарищи ссылаются на вот эту конституцию но соответственно занять статус соответствующий с этого и начать если конечно как многие товарищи это торговые фирмы новые торговые фирмы там ну естественно это управляющая организация но на сегодняшний момент ну ничего сделать не может пошли ты один я один да то есть раз сказать мы новую организацию создаем ну не можешь победить возглавь ну в принципе там так если разобраться по написано то хорошо кто-то же соответствующим образом подошел к данному усталу почему бы на сегодняшний момент пока мы только проходим значит процесс становления да то есть понимание сознания то есть почему он пока не пользоваться именно тем уровнем который вот на зрелищем конечно кто-то будет возражать они там духовные них уже давно там на другом уровне просто много людей пишут желаю все ручка чего-то не туда тянете но извините если человек добился такого уровня что он не знаю может себе вот этот продукты там с ничего начали реализовывать вопросов нету но он пока один там все население такое и людям не показывайте как это доходить до такого уровня то есть он как из как выпускник института приходит к первоклашкам и начинает я тут такой высокий уже прошел уровень и вы должны вот на таком же уровне быть для того чтобы люди достигли уровня надо им пройти определенные мы стали да то есть знание дай но если ты получил научился ну так ты дай знание ты а что у нас большинство кого не посмотришь и начинают оскорблять людей то что они там не понимают уже не могут просто дать информацию начинают там переходить да это все такие-то это плохие если вы не понимаете и отпуск таких людей даже не слушаю интересно но все-таки такой образованный умный дайте людям понятную информацию если не хочешь делиться тогда просто не пиши нигде афишируйся да и все пускай люди сами своим умом дойдут каждого свое испытание но ты же это мое личное мнение я никому не навязываю не а сами сами дали ну абсолютно должен видеть только своим опытом я почему начал как то это деятельность также вещи какой-то где-то шаги все от обработки персональных данных то есть запрет наложить о согласен обработку персональных данных можно начать за налоговой на исполнение налоговая тоже у них как один старых наш соратник он наоборот дает согласие ведь налоговый чтобы закрывал все договора там типа типа вот юридическое лицо мое такое-то и все образованные улицы то все закрывать ну вроде как бери сначала были там претендуют водоканала на этом начали пообщался и потом вы списали долгом но не знаю насколько это все масштабно у них там начинается процесс а вы просто вы занесу это согласие на обработку персональных данных только на защиту до и персоны я вот тоже думал просто надо выписать им поверенность и все пускай его персону там защищают мы к этому отдельно вопросы следующий вопрос как правильно составлять на саммитную надпись на протоколе векселя либо на лонжи держатель векселя у юридическому лицу на воде как бы называется для санта как я думаю что цвета лучше читать вексельное право что знаешь я до конца все это еще не опробовал но опять же надо внимательно с оговорками то есть безоборот на меня там насчет обещание оговорки мыши нам нравится то есть здесь только именно на личном опыте не могу сказать что вот это будет работать сто процентов то есть все эти товарищи не предлагают оказать услугу это все предложение для того чтобы соответственно иметь доступ бюджетным средствам нас как получается что есть например воды сочи да то есть не сначала несколько мвд россии который является генеральным распорядителем бюджетным средствами то есть на него есть доступ он заключает договора там например с убд сочи да соответственно товарищей должны получить отчетность от проделанной работы они нами для какую-то отделы полиции которых юридически не зарегистрированы и те соответственно выписывают протокол а там типа вот ребята для отчетности мы оказались только по услугу по отдыху вот по это сам по проверке документов вот поэтому и все это несут волки насколько я понимаю чтобы получить доступ на средства кто будет плательщик опять же все ждут разрешение от тебя но почему возможно обратно стороне что платить и приказы указать того кто соответственно выписывать протокол ведь он же от нас хочет всего лишь получить доступ разрешение за оказываемую услугу но почему бы вот так же не подставить я думаю что нему там очень зовут вопросы по данному поводу спасибо а вот допустим да я заявляю себя живой беру похлорное свидетельство себе он делал на родителями тебя а вообще мне есть то есть я управляю мальчишку дети не его закрыть управляет управляет имущество то есть заявляя себя о том что я живая я все равно могу видеть это может это все больше имущества но живая это вот женщина управляет им соответственно душа или дух там на какие на кой уровень вибрации скажет так же получу налоги вот эти как не ты платишь налоги ну то есть вот это твое это самое да июльническое лицо опять же это опять же внимательно подходить это всего лишь механизм который приносит доход твоему человеку он работает на твоего человека все идет то есть в принципе так легко могу перейти на самая ланитая ну я думаю что все возможно опять же когда ты поймешь но все в тему войдешь я думаю ты найдешь для себя оптимальный вариант опять же методом покажем по-другому никак но сегодня для начала просто начать восстанавливать свои права да то есть ты права восстановила хочешь управлять через доверить на проверяющую очередь через соответственно надо будет вот персон всякий ну и сегодня нас просто привязывают именно через банковскую систему только но опять же все вы пытаются все вот эти же как а вот это вот то есть когда ты не как бы через статусе человека то есть ты получать они дома и после что дело в том что все держится на договора если ты расторгаешь с ними за договора ничего не подписываешь нигде ничего не заездаешься или запрещали человек обязаны обеспечить достоинный по конституции человеку только но ты приходишь сама добровольно заключаешь вот например с набега сбытом договор как физлицо то есть физлицо в них это обычный предприниматель да не даже у тебя и ннн что у паспорта что у твоего и п 1 и тоже да когда приходишь оплачивать вопрос как оплачиваете как физлицо или как геозлицо да то есть всего лишь статус вы ездаю с ним вот таким физлицом твой паспорт и я глядя с физлицом то есть индивидуальный предприниматель и когда заключаешь договор во первых ты обращаешь внимание что ты заключаешь договор с той фирмы с которой даже ее не существует да то есть но договор то есть или нет договор есть и через него тебя держит что я как физлицо буду использовать свой ресурс в качестве значит получения выгоды договор так значит всего лишь один год работает дальше он пролонгирует если ты не скажешь я не хочу больше но они говорят мы приходим тебе отрубаем свет могут отключить жизнеобеспечения я не платила допустим не платила коммунальные да мне пришли и выключили вопрос опять у тебя квартира ну понятно смысл в чем что опять же организации с которыми ты взаимодействуешь приходит неуполномоченные лица то есть опять же все выписку смотришь по что зиме люди которые отключают они говорят мы представляем там величество что такое представляли могут только через доверенность это же как самоуправство конечно же падаешь это самоуправство но опять же они тебя держат за договор и в суде за тебя никто не в стоянии до пола у тебя есть договор пока есть договор а вдруг здесь что скажем что значит ты даешь согласен обработку с нами а так как тебе присылают квитанции правильно квитанции имеют все признаки векселя переводного пока у тебя вексель они прислали это предложение ты его не вернул ты должна а если ты не заключаешь с ними договор на как бы и тогда они тебе не будут предоставлять услугу получают они что такое вообще приводной вексель это предложение заплатить за ним то есть но могут отсылать только третьим лицам поэтому самое основное это обработка персональных данных что в договоре и имеется то есть и заключилась с конторой который не существует юридически и самое основное было обработка персональных данных они тебе присылают предложения заплатить за них а так как в предложении у тебя ты назад не возвращаешь соответственно ты должна это если я правильно понял то есть вот этот квиток который нам приходит предложение до предложению ты на ферме а мы значит запечатываем без акцепта и возвращать но опять же ты каждый месяц мне договора без акцепта и ешь еще раз это каждый месяц ты должен возвращать правильно по дозральску и там под письмом цель из-за результата но это лучше сразу прервать договор поэтому на сторону договор на основе того что он имеет все признаки фальшивости на то есть лицо которое там заключил не полномочный филиалов таких не существует и самое основное только могут отсылать третьим лицам то есть основной обработка персональные данные и неважно что там это сколько не пишут сколько тебе просто там даже не по счетчику но персональные данные именно вот твои персональные данные пока ты их не отзовешь будут продолжать то есть писать запреты на все отзыв согласия запретом а вот так согласен на обработку данных утром не выдана какого-то согласие ребята вот согласно собственно второго позже в трехдневный срок будьте уведомьте меня что вы прекратили обработки с нами и долго расторгать но они не охотно это дело да у нас более-менее уже не то самое расчухались да да то есть этот вопрос как-то работа в других регионах скажем так народ ну тяжковато правят продавливать но опять же это все администрация обязана обеспечить достойную жизнь человека у них четко прописано что они оплачивают транспортировку света воды газа канализации топлива то есть это их обязанность обеспечить должны не продать нам потому что мы им ресурс дали их действия типа человек не платят да вот они как бы в теме да и они думают что просто такое как бы на получать не платильщик да жесткий и они просто подают типа в суд на этого человека на лицам ты веждаю когда ты отзываешь согласно обработки с нами и их переводишь и уже взаимодействие на уголовный кодекс все то есть они уже совершают преступление если кто-то там придет тебе и джима различно вымогательство это они законы обработки с нами если есть у вас претензии все в администрацию ребята и вот согласно устало все четко исполняют контракт соответственно у вас не заключен на поставку поэтому будьте добры на при этом кайта нет и пришлют что обработка персональных данных прекращена другого ростов но опять же просто управляйка с ними немножко тяжковато я думаю что то же самое от твоего имени цветом покупала квартиру в другой день там должна быть совместно пробок при сандарте к сожалению по имени там заключаю договора у меня на самом деле вообще клубный дом я только переехала в квартиру собственность а живут где вот мне допустим отрубали свет это я жила в этом на съемке то есть там управляющая компания там где я очень переехала там клубный дом там вообще старт живого почему то есть получается если я не платить не буду получать я вообще должна вот как бы один собственник там выходит на которого форму на застройщика оформлены получается все коммунальные я тут получается как не могу себе не понятно тут уже застройщика надо информировать обязательно так как будем работать вводить в курсе дела как это все будет выглядеть не знаю тяжковатыми вы права человека насилия получается когда а допустим касаемо пенсии вот человек себя заявляет менять берет повторные свидетельства заявляет себя живым какие-то отзывая такие согласия ну да все на обработку что там происходит как-то это меняется все в системе да все зависит от тебя же персоны то есть если положено ты управляешь и ты просто знаешь пенсионное право ты понимаешь что это всего лишь карты и куда сколько распределить значит людей способны и тоже сама определяет ну да большинство людей тоже вот я щас от паспорта сделать этого как дальше есть но ребята вы начни торопитесь если мы заявили соответственно генеральным исполнителем да то есть у нас новая регистрация этого юридического лица на эту новую регистрацию это понимаем надо уже но свеженькое все для них получить в таком случае на своих условиях не подписывать например этот паспорт хотя там есть смотрел крайний регламент да то есть если им нужна такая пенсия соответственно регламенте там как что он сначала должны подписаться от этой форме лентой что получила потом типа проверить паспорт ну там положение приложение один называется да в чем разница ну там форма немножко поменялась да да ну внимательно почитать просто там тебе уже дальше предлагаю типа ну ознакомиться и подписан но я ознакомился подписывать не хочу ну так же но с другой стороны опять же вот форму да не когда подписан позже чтобы подписали эту форму при этом наша подпись дает согласен обработка персональных данных и мы учаемся за то что эти данные достоверно а как я могу учатся запись на руках откуда я это в новом формате да откуда я мог но это и старый то есть там как я могу вручать за то что у меня нету на руках именно первички и всякого записи между не выдали свидетельство при этом не дали сверить с оригиналом что там соберешь резисовет насколько это точно я как я могу ручаться вообще есть опыт тех людей которых не скажу даже сейчас очень мало кто вот так вот просит встречи там бывают люди что просят встречи скажем так не всегда умеетели это понятно что это все занимает делясь да люди пытаются и есть такие которые продвигают это и получают паспорта без подписи наверно проделывание день и каждого отслеживание может кто-то там в но она говорит о том что так много единомышленников соратников на сочи да на территории об этом да беседы ведем хочется поблагодарить за полученные ответы марина что рассказала бы методом пробы и ошибок искать какой-то свой путь да пользуюсь вашим опытом где-то опытом других это позицию какую-то концепцию надеюсь ответы какие-то получили да безусловно несомненно и бесспорно конечно не уйдем отсюда да конечно с пустой головой вот на этом хотел бы закончить и так мне не на камеру задать вопросы а Продолжение следует...